К спортивным подвигам готовы. В Златоусте прошло открытое первенство города по греко-римской борьбе. На этих состязаниях специалисты определили кандидатов для участия в дальнейших соревнованиях. Помочь в достижении цели юным спортсменам решили меценаты. Несколько эффектных приемов, бросок и блистательная победа на туши, результат которого мечтает добиться каждый юный борец, выходящий на ковер. Первенство города по греко-римской борьбе объединило представителей самых разных возрастных групп. Все они пришли сюда только с одной целью – победить. На соревнованиях всегда настрой выиграть, победить и показать себя. Показать себя и на других посмотреть. Три златоустовских клуба и гости из Бердяуша приняли участие в первенстве города по греко-римской борьбе. Поддержать местных мальчишек пришли не только болельщики. Теперь у юных атлетов есть взрослые помощники, которые готовы оказывать содействие в развитии этого вида спорта. Хотелось бы поддержать юных участников соревнований. Ведь греко-римская борьба воспитывает такие чувства, как патриотизм, мужество, развивает силу, ловкость. Спорт – это здоровье нации, а детский спорт – это дети нашей будущей. Мы поддерживаем просто будущее своей страны. Показывать высокие результаты мальчишки готовы уже сегодня. Среди воспитанников златоустовской школы греко-римской борьбы и в прошлом, и в настоящем немало победителей соревнований самого высокого ранга. Вот и нынешние соревнования. Это прежде всего отбор кандидатов для участия в будущих значимых турнирах. Планы у нас в этом году – участие в областных соревнованиях. И надеемся, что человека 4-5 станут чемпионами области, будут участвовать в зональных соревнованиях. Ну и надеемся, что поедут на Россию. По итогам первенства города лучшими в своих категориях стали златоустовцы Константин Цвор, Влад Османдияров, Сергей Носков, Архан Бенатов, Игорь Клочков, Максим Стариков, Егор Пономарёв, Иван Лысов, а также Максим Давыдовский, Антон Москвин и Евгений Ушаков. Продолжение следует...